Всем добрый день! Сегодня я показываю видео о том, что я купила, ходила по магазинам, также заказывала на сайте Valberis и вот что у меня получилось. Будут в основном косметические уходовые покупки, но еще и немножко другого. И давайте с этого другого начнем. Не косметическое, оно тоже, в общем-то, уходовое считается. Вот такое средство для мытья пола. Сейчас я вам его поближе покажу. Я купила на Valberis за 168 рублей. Это фирма Kipni. Первый раз беру, не знаю. В общем, хорошие были отзывы. Ароматов было несколько. Я взяла вот такой аромат Цветущий сад. Можно было, конечно, сходить в фикс-прайсе купить, но мне что-то захотелось, чего-то новенького, потому что средства из фикс-прайс мне надоели для пола и я хотела что-то такое другое. Вот, поэтому давайте с вами понюхаем. Я вам скажу, чем пахнет, нравится ли этот аромат. Я уже немножко даже забыла. Когда принесла, я, конечно, понюхала. Аромат приятный, конечно, химозный. Куда без этого? Напоминает такие цветочки летние. Но сильно ярко пахнет. Я думаю, конечно, это из-за того, что большая концентрация. Когда разбавишь это средство, будет приятно, потому что все писали в отзывах, что вкусненькое. Ну, такой розовый запах. Не розы, конечно, но каких-то полностью, ну, в общем, цветов. Не могу сказать, что это Цветущим садом пахнет, но какой-то легкий, цветочный, сладкий запах. Надеюсь, этот аромат меня не будет раздражать. Очень надеюсь подружиться с этим средством. Следующее некосметическое. Большое. Показываю вот такое вот. Я купила как бы средство для стирки. Ну, не средство, а такой мешок для стирки кроссовок. Давайте я его вам поближе покажу. Стоимость его была на момент покупки на Валберес 268 рублей. Я в корзину кидала и за 400 с чем-то, и даже за 800. В общем, все три они пришли одновременно, таких мешочка. И я не поняла, в общем-то, за 800 рублей мне даже не понравилось, потому что он был какой-то очень плотный. Стенки были толстые. Конечно, вот и поролона было там побольше. Но вот этот меня полностью устроил мешочек. Свой мешочек когда-то у меня был такой из фикс прайс. Я подарила детям. Они у меня спортом увлекаются. Я решила себе тоже купить. Вот такой контейнер для обуви. Здесь мне что понравилось, здесь это вот заглушка для, чтобы молния туда при стирке не повреждалась. Он достаточно, конечно, тонкий, но поролон хороший. Я думаю, биться обувь не будет об стенке машины, об барабан. И здесь понравилось, что дырочки такие, ну, побольше, чтобы проникала водичка. В общем, вот такой вот мешок для стирки. Так, дальше, что еще такого? Давайте вот большое я все выберу. Ну, в общем-то, осталось не косметического совсем немножко. Потерпите. Также я готовлюсь к лету. Купила новую подушку. Я всегда с такими езжу в отпуск. Это производитель Интекс. Всегда только этот покупаю. Причем у меня были разноцветные подушки. Они очень мало живут. Ну, один-два сезона. А вот такая темно-синяя живет у меня с 2003 года. Но она уже начала немножко спускать. Поэтому я решила купить пока распродажи. Зимой надо покупать, сами знаете, сани готовь зимой. Ой, нет, сани готовь летом, а телегу зимой. Вот за 199 рублей я взяла подушечку. Похожую на ту, которая у меня была. В общем, абсолютно меня устраивает. Такого вот размера. Большие я не люблю. С этими удобно и на лежаках под голову подкладывать и на море плавать. В общем, вот такая подушечка. С ней поеду летом в отпуск. И последнее, по-моему, что я вам хотела не косметического показать. Остальное, наверное, будет все косметическое. Вот так заглядываю. Вроде да. Я купила себе изменитель сахара. Тоже на Валберес. Смотрела на Азоне и на Валберес. В этот раз почему-то было дешевле на Валберес взять. Вот такой фит-парад. Многие такой знают, принимают. Я взяла его за 226 рублей 100 грамм. Можно было взять, конечно, побольше формат, но я решила попробовать вообще, как он мне понравится или я не смогу с ним пить чай, кофе. Посмотрим. Давайте сейчас откроем. На ощупь там прощупывается какая-то ложечка. Сейчас я вам разрежу упаковку. Здесь все равно зип-замок. Есть замочек, видите, тут вот. И вот тут вот ложечка. То есть вот такой ложки, такого количества хватает на чашку напитка. Буду вот теперь худеть. К лету надо форму немножко поулучшить. В общем-то, конечно, за зиму мы вес набираем все-таки. И это сейчас у меня тоже такая забота, как бы лучше похудеть. Спортом я заниматься не очень люблю. И ездить мне надо в бассейн. Раньше я ходила в бассейн, но сейчас как-то я ленюсь на транспорте. Это все. Мне добираться надо. В общем, разленилась. Так, ладно. Переходим на косметические покупки уходовые. И я ловила тоже. В корзинке у меня лежала. Вы все видели, кто меня постоянно смотрит, вы видели, что я постоянно хвалила вот такой солевой скраб для тела доктора Ойла Крымский с ароматом лаванды. Мне он так понравился, что я решила себе еще взять обязательно. Но вообще в Крыму, когда я была, наверное, это был даже не не в прошлом году, а в позапрошлом году. Такой стоил 400 рублей. Я где-то нашла по распродаже, там что-то за 300. Ну, вот ждала, пока подешевеет. Ну, дождалась 380 рублей. Тут всего 200 грамм. Но он настолько шикарный, что я думаю, ну ладно, куплю по этой цене. И причем у меня еще, я знаю, что в этой серии 4 штуки. Остальные были дешевле. Тоже взяла 2. Один я еще не выкупила. Там аромат апельсин, по-моему, с шоколадом. Он самый дорогой. И 460, что ли, рублей стоит. Я не стала брать. Вот за 369 взяла 2. Вот такой сахарно-солевой скраб для тела со скорлупой грецкого ореха для нормальной чувствительной кожи. Такой я не брала. Здесь, кстати, давайте посмотрим. Срок хранения всех интересует тоже, потому что крымская косметика очень быстро. Ну, как бы она натуральная. Так, видите, апрель 2025 года. Давайте посмотрим у другого. Тоже хорошие все сроки. Посмотрела уже. Здесь тоже апрель 2025 года. В общем-то, но с крабом особо ничего и не бывает. Они никогда так-то, в общем-то, и не портятся. И, я думаю, не прогоркнут. И третий был у меня сахарный скраб. Этот уже без соли, с соком и косточками клубники. Наверное, тоже будет вкусненький. И его срок годности тоже апрель 2025 года. В общем, выпускается в Ялте. Доктору обожаю. И почему мне нравятся эти скрабы? На финише дают масляный эффект. Кто не любит с маслом, ну, можете не покупать. Но я сейчас уже перешла вот именно на такие. Это у меня самые любимые, потому что они хорошо питают кожу. И выходишь, и не надо дополнительного ухода. Выходишь из ванной, обычно сушит вода кожу. Но вот когда ты этими скрабами уже попользовался, ничего не сушит. И причем нужно сначала гелем до душа помыться, потом только скрабом. И с ним желательно посидеть какое-то время, покайфовать. Они очень приятно пахнут. В общем, я буду наслаждаться. Ну, пока положу в запасик. Ну, чтобы так немножко другими попользоваться, которые у меня подошли тоже. Уже надо использовать. Так, ну, по скрабам это еще не все. Еще один я скраб взяла. Так, так, так. Знаете, смотрела свои видео, пересматривала о прошлогоднем отдыхе в Крыму. И там я посмотрела, как я гуляла по магазину, от фирменный магазин был, от Талушкинского эфирно-масленичного завода. И там я проводила время, в общем, снимала экскурсии. Как бы, да, там снимала вот средства. И вот увидела, появились на Валберес от этого завода продукты. И я посмотрела, цены, кстати, на Валберес даже дешевле, чем в самом магазине. Ну, может, сейчас скидка такая. Вот. И я взяла вот такой сахарный скраб розы и сандал омолаживающий. Цена была 394. Мне кажется, и в магазине там бывают всегда акции, когда ну, срок такой, как бы, ну, подходит. Но здесь я посмотрела, вот видите, срок до марта 25-го года вообще прекрасный. Хорошая цена тоже. Давайте посмотрим, как он выглядит. Конечно, открывать я не буду, но что можно, то приоткрою. Вот так вот он зафольгирован. Сахарный омолаживающий скраб. Я вообще там тестеры нюхала, смотрела, мне так все понравилось. Конечно, цену этого завода такие, ну, дороговато, но можно вот по скидкам найти. Видите, он тоже такой вот с масляным финишем. Там вот чуть-чуть маслицы просматривается. Здесь уже 250 грамм. Так, кому интересно, вот такой состав показываю. Здесь такое все натуральное. Мне так понравились продукты этого тоже магазина, завода, торговая марка Душистый мир. В общем, буду тоже пользоваться. В этом году планирую, в общем-то, еще что-нибудь посмотреть из крымских. Так, я вам, наверное, неправильно. Вот так вот пускай будет. Розы и сандал. Аромат, надеюсь, будет хороший. Тоже отзывы были отличные. Так, еще. Вот увидела. Девчонки, простите, еще одну покупку, не косметическую. Тоже с Валберис. За 239 рублей взяла вот такой вот набор. У меня дома кошки, как вы знаете. Я на работу, когда прихожу, у меня бывает, что шерсть кошачья все-таки к одежде прилипла. И я вот как-то стараюсь ее там очистить. Но это с трудом получается, потому что, знаете, как трудно избавиться от кошачьей шерсти. И вот я увидела такой набор из четырех штучек валиков липких. И было очень выгодно купить четыре, так как цена на один была не очень приятная. Но как бы выгодно было вот так четыре штучки. Они все разного цвета. Вот голубой, зеленый, розовый и желтенький. Покажу вам на примере желтого. Буду брать вот такие на работу. Здесь нужно отклеить пленочку. И он многоразовый. Его помоешь, обратно вставляешь. И он как новенький. Вот на работе в сумочку очень хорошо такой класть. Я думаю, что вот будет у меня там и в шкафчике лежать. В общем, пользоваться буду на работе. Дома, конечно, такие форматы малы. Но вот кому актуально на работу, я отнесу в раздевалку. Буду так по очереди. Одни приносить, другие уносить. Как и более-менее так, чтобы был липкий. Так, и дальше продолжаем. Косметические мои покупки. Пока в Алберес вам показываю. Я купила парфюм. Ароматик, который мне понравился в ручке. Это производитель Кайф Парфюм. Вот я уже повторно беру. Была у меня маленькая ручка 17 мл. Вот взяла 50 мл. Это кокосовый баунти аромат за 588 рублей. Вообще, я хотела купить подружкам своим ручечки. Но они благополучно все пропали из продажи. Остались только вот в таких форматах ароматы. И, в общем, я купила себе. Потому что я поняла, что зимой у меня он хорошо идет. Вот такой аромат. Называется Little Woman. Но, как бы, он точно такой же, как я вам показывала в ручке в каком-то прошлом видео. Я вот начала уже им пользоваться. Кокосовый приятный аромат. Я вообще не люблю сладкие, как вы знаете, ароматы. Но этот вот аромат баунти мне очень как-то понравился. Зимой хочется таких вот приятных сладких ароматов. Особенно с кокосом. Так, это еще не все. Когда я купила этот аромат, мне в рекомендованных высветился еще один. Ну, один из тех, которых я, вернее, купила. Потому что высвечивается-то там много. Вот такие. Такой маленький формат. Здесь 10 миллилитров. Это крем-карамель. Это турецкие масляные духи. Даже не 10, тут 6 миллилитров. Так, за сколько я их взяла? За 307 рублей. Давайте с вами откроем, понюхаем. Вот. Это уже такой вот формат с шариком. Потому что все эти масляные духи всегда с такими шариками. В общем, вот так вот. Я уже наносила. Вот такие вот. Такая малышка. Давайте я понюхаю. Пахнет очень вкусно и рисками. Ну, мейлер как бы, да. С кокосиком. И таким летом, в общем, знаете, каким-то очень приятным ароматом. Который связан, наверное, возможно, с Турцией у меня. Но вообще очень сладкая риска. Такая приятная. Очень-очень вкусно. Ну, это вот кто любит сладкое, тем, конечно, будет хорошо. Так, дальше. Что я еще взяла? Так, вот смотрю, у меня есть вот такие две, ну, похожие. Взяла эти, как это, пенка для умывания. Это фирма Джом Там, китайская. Ну, вот я не знаю, это называется Джом Юм, а это Джом Там. Ну, я не знаю, это вот одно и то же для меня. Давайте-ка посмотрим. Разные пеночки взяла из-за дизайна. Вообще искала какой-нибудь маленький формат для отпуска. Мне нужно было гель для умывания какой-то купить. Вот такой белый тюбик и черный. За 144 рубля это просто красота. Цена вообще шикарная. Вот, запомните. Они продаются и на Озоне, и на Валберес. Но там, кстати, цены я видела и гораздо больше. За 600 рублей видела. Давайте посмотрим поподробнее. Вот эта пенка с никотинамидом. Так, даже не знаю, что вам про нее рассказать, потому что здесь по-русски ничего нет. Ну, в общем, на сайте можно посмотреть. Вот, очень приятное оформление. Все зафольгировано. Такая крышечка. Так, срок годности тоже смотрела хороший был. До 2026 года, до сентября. Вот такая красота. И беленькая. Здесь уже не, ну, не никотинамид, а аминокислоты какие-то. Так, поближе. Так, это очищающий и мягчающий очиститель лица написано. Ну, в общем, вот как-то так. Здесь 11 месяц 26-го год беленькая. Ну, как такие не купить упаковки? Вообще просто-просто красотули. Ну, в общем-то, срок годности тоже отличный. Так, ну, и давайте положим, наверное, сюда куда-нибудь. Вообще хочу на них любоваться. Пусть кадры будут. Так, следующее средство, что у нас есть. Пока Валберис показываю, потом будет дальше. Очень много видео у Марины Лемон, я ее смотрю, было посвящено вот такому крему для глаз. Спионка Ньюль. Давайте поближе покажу, попробуем. Вот, это корейский крем для глаз с черным чаем. Такой малыш. Я решила попробовать тоже. Уж очень она хвалит. Это маленький формат. Купила я его за 406 рублей. Здесь 9 мл объем. Есть такой еще и в 20 мл. Но я решила попробовать, потому что отзывы неоднозначные люди пишут. Это, ну, как бы магазин Корея, он бутик на Валберис. В общем-то, советовали там покупать. Я взяла, думаю. Ну, если отеков не будет, то посмотрю, присмотрюсь. Очень красивое оформление такое зимнее. Еще раз покажу вам там какие-то оленята, ночь, луна, вообще вот, а может это солнце. Ну, наверное, это ночь, потому что черное такое все. Видите, такая прелесть. В общем, корейский кремик купила для зоны вокруг глаз. Тоже попробую. А, да, срок хранения тоже. Давайте срок годности посмотрим. 2026 год, январь. Отлично. В общем-то, у меня запасы большие. Думаю, что, ну, я его не сразу, конечно, попробую, но пусть будет у меня. Давно его хотела и присматривала. Так, дальше еще одна покупка на Валберис у меня была. Значит, муж у меня просил скраб для ног. Так как Беленду я заказала на сайте аптеки Плюс, мне посоветовали. Девочки, спасибо большое, кто мне это подсказал. Я заказала там, жду. Ну, потому что там придет только 19 февраля. Почему-то долгая доставка, но ничего страшного. Зато цена гораздо меньше, чем на Валберис. И, в общем, я начала искать скрабы для ног. И вот почему-то я нашла опять от любимого своего царства ароматов вот такой вот маска скраб для ног. Тоже был хороший отзыв. Здесь экстракт хвои, косточки кедра и эфирные масла. Мне кажется, он такой будет интересный. Хвойный аромат. 193 рубля стоил за 140 грамм. Цена нормальная, мне понравилось. Я заказала. И продавец еще мне положил подарочек. Вот такие сливки для сухой кожи. У меня такие были, но все равно очень приятно. Тут 5 грамм всего. Ну, это пробничек. Я такие уже покупала в Крыму. Надеюсь, что этот крымский скраб для ног я еще ни разу не брала. Вот мне будет повод протестировать. Хочу тоже познакомиться с такой косметикой. Написано для спа-педикюра. Вот. Глубокий спа-пилинг. Тут, значит, скрабирование проходит косточками кедра. Прикольно. Так, ладно, дальше показываю. От польской фирмы Зиайжа. Многие знают, называют ее Ласкова Зая. Купила два крема для лица. Здесь, смотрите, срок годности 6 месяц 26 года. Купила дневной и ночной с ароматом жасмина. Цена была... Так, они одинаково стоили 548 рублей. Сейчас мы их откроем. Вот такой вот дневной и ночной крем. Здесь по-русски такая... Ну, есть вот такая этикетка. Шло через Минск. Заказывала через Беларусь. Вот пришло от белорусского продавца. Вот такой вот крем. 50+, SPF 6. Так, и давайте, кому интересно, фирма все очень любят этого производителя. Так, ну тут не очень, конечно, по-русски. Ну, понятно. Я думаю, да, есть. Так, давайте. По-русски у нас вот только, наверное... Ну, нет, да. Для России не выпускают. Ну, более-менее понятно. Вот на белорусском, наверное, написано. Всем понятно. Давайте я открою упаковку. Покажу баночку. Мне само очень интересно. 50 мл. Цена такая нормальная для крема. Мне кажется, не сильно дорого. В общем, тоже хочу попробовать крем с ароматом жасмина. Вот такая банка. Здесь тоже ничего по-русски нет. Вот анти... Ну, анти-эйдж, наверное, как по-нашему, да? Дневной крем. Такая красивая банка, да? Тут на крышке вот эта зяйжа. Да, такой вот. Ну, приятно будет пользоваться. В руках держать хорошо. Тактильные такие приятные ощущения. И вот давайте посмотрим баночку, которая ночной крем. Так, срок годности апрель 26-го года. Вот такая тоже красота. Скажите же, приятно такую вот в руках держать. Очень симпатичная. Ладно, поехали дальше. Значит, по-моему, на Валберес это все. Да, мы с Валбересом с вами закончили. Есть еще у меня покупка с аптекой.ру. Покупала все таблетки. И вот взяла помаду гигиеническую от лакомки. Аромат мерцай... Ой, просто аромат бабл гамм. Она с блестками. Тоже хвалили. Видела в обзорах. Ну, взяла на пробу. Цена была смешная. 56 рублей. Здесь сколько? 2,8 грамма. Не сильно много. Ну, я думаю, бабл гамм у меня, по-моему, я еще вот не пробовала. Может быть, есть там в запасиках. Но еще как-то я не приходилось мне использовать с таким ароматом. Так, дальше быстренько покажу. Суберлик я купила в заказе всего лишь 2 мыла. Первый это вот такой аромат Вентандвентура. По-моему, 65, что ли, рублей у меня обошелся. И вот такой Сторый Д'Амор новинка. 56 рублей, по-моему, как-то так. Ну, в общем, я не сильно запомнила. Вот 2 мыльца взяла. И это все. И теперь я вам покажу. Осталось у меня такой был у меня хороший, удачный заход в пятерочку. Я там много чего набрала. Всем очень довольна. Показываю. У какой-то девочки на Валбересе, ой, на Валбересе, на Ютубе я посмотрела, увидела, что в пятерочке продается вот такая масочка для отшелушивающая, маска для ног. Это носочки, маска-носочки от корейской фирмы Кориан с ароматом лаванды и молочная кислота. Лаванда, 60 минут надо держать, удаляет орговевшую кожу, натоптыши, экономия времени, быстрее, быстрый педикюр, делает кожу мягкой. Мне очень понравилось. Цена была 99,99, я ее взяла. Ну, хотелось бы, конечно, может и больше, но так я думаю, ладно, попробую и эту. Вот, здесь срок хороший, тут тоже 26 год, буду делать отшелушивание. Так, следующий продукт, это мне понравилась очень паста, Макс Блеск от Колгейт, 180 рублей, уже взяла в полном размере 100 миллилитров. Обожаю вот пасту с такими пластиночками отбеливающими, очень классные. Мне так понравился ее вкус, я решила, у меня была маленькая, я решила купить еще одну. Также увидела на распродаже от производителя Уникорнс три масочки для лица. Это тканевые маски с медом, с огурцом и с гранатом. Разобрали больше всех вот с огурцом. Маски были по 70 рублей все. Хороший срок годности, тут, ну, нормальный. 22 год выпуска. В общем, буду пробовать. Мне, конечно, очень понравилось. Это был стенд с Dolce Milk. Вот, вся продукция Dolce Milk на этом стенде была представлена. На многие были скидки. Я купила, у меня еще не было ни одного шампуня от этого производителя. Вот это с танжерином или мандарином, как по-русски. Контроль жирности и детокс. То, что такая была хорошая цена, 270 рублей за 350 миллилитров. Вот тоже ее разобрали. Были разные ароматы. Я взяла себе вот мандарин. Разные были и зеленое яблоко, и банановое, и шоколадное. Каких там только не было. Все по хорошей цене. И к этому шампуню тоже за смешные цены взяла два кондиционера по 150 рублей. Вот первый такой. Это с ароматом банана. И вот такой с ароматом клубничного смузи. Здесь по 240 миллилитров. Я знаю, что должен быть здесь этот, единорожка такой на баночке. У нас, к сожалению, они были отломаны. Но, может быть, поэтому и скидки были. Не знаю. Вот по 150 рублей вот эти две баночки. Я думаю, что познакомлюсь. Клубничный и банановый, и мандариновый. Очень все красивые. Ну, вот все такие мои покупки пока на сегодня я вам показала. Еще у меня будут другие видео про покупки. Увидите чуть позже. Я купила на Валберес коробочку красоты. Возможно, может быть, сегодня отсниму. Может быть, не сегодня. Я не обещаю. Но, как всегда, скажу, что на Дзену мои видео выходят гораздо раньше, чем на Ютубе. Вот, смотрите, там, если кто-то очень, как бы, хочет пораньше посмотреть, ну, кто нет, тогда ждите на Ютубе. Сегодня уже выложу на Дзене. Вот, на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Уже день прибавился, солнце светит ярко. Хотя у нас сильный мороз. Ну, как сильный? Ну, так вот, больше 15 градусов у нас сегодня мороз. Все-таки так очень зима еще не хочет уходить совсем. Ну, надеюсь, скоро будет весна, а там и лето. В общем, на этой радостной ноте я с вами прощаюсь. Всем добра, мира, позитива. А самое главное, берегите себя и своих близких. Всем здоровья. Пока-пока. Заходите ко мне еще. Субтитры сделал DimaTorzok